Внимание! В данном видео содержится обилие ненормативной лексики. Всем привет, друзья! С вами Яшенёк, и сегодня мы проходим Постал 2. У нас уже среда, и нам надо помочиться на папочку, проголосовать и купить ёлку. Ну что ж, давайте по стандарту я возьму здесь еду, потому что без неё никуда я возьму газетку. Я полагаю, что колонна пройдёт без инцидентов, учитывая то, что все машины в этом городе больше похожи на бесполезный взрывающийся реквизит. Так, надо всё собрать, всё, что нам может помочь вообще в принципе в нашем нелёгком деле. Взять динамитик. И, наверное, отправляться сначала проголосовать, потому что это ближе. Ну и, естественно, я не могу не залезть в чужие дома и что-нибудь не стырить отсюда. Эй, ты извращенец! Да ладно! Слышь! Отвлекающий манёвр. Убегаем. Ох, ты ж, мать твою! Копы, пошли в жопу! Ничего не знаю, нет здесь никаких подозреваемых. Так, ух ты! Нет, чуваки, вам в принципе сегодня ничего не светит. Я вас пообосу. Воу-воу-воу-воу-воу! Так, так, вы чё делаете-то? Воу, мясник, а ты-то чё? Чё за дела? Я только с копами связывался. Какого хера ещё мясник-то пристал? Горите в аду, сволочи! Что или я пострелять? И ты, гори в аду! Вот это поворот! Я связывался с копами, пристал ещё и мясник до кучи. Опа! Как так-то? Да, такое тоже, ребят, бывает. Кто-то варёт, хорошее уже, всё. Что-то пошло сегодня не по плану. Ладно, пойдём голосовать. Бляха-муха! Ох, да сколько же здесь копов-то, а? Да ё-моё бы, чё? Так, ну вроде бы со всеми копами разобрался. Вроде больше никто меня здесь не преследует. Можно идти уже голосовать. Что-то пошло определённо не по плану. Ну ладно, давайте голосанём. Так, опа, бита. Кстати, я не помню, чтобы бита была в постели на диске. На диске её определённо не было. А вот здесь она есть, это замечательно. Какой кретин придумал это? А как тут голосовать-то? Так, Стивен Сигал. Бляха-муха! Куда голосовать-то? Да, ладно. Непонятно ни хера, абсолютно. Чёрт, я даже не понимаю, куда нужно поставить крестик. Да вот крестик-то и некуда. Они даже дырки не смогли пробить в нём по-человечески. Но я уверен, что они засчитают его. Да. Чёрт, я не смог его до конца заполнить. Но я думаю, они догадаются, что я хотел выбрать. Ааа, слишком легко. Ну ладно, отлично, мы проголосовали. Можно идти дальше. Ну и по ходу дела мы, естественно, пойдём и будем тестить бейсбольную биту. Потому что без неё никуда. Кстати, хорошая штука. Выносит с одного удара. Ха-ха-ха. Мда. Да, и такое тоже бывает. Ха-ха-ха. А это за маму. А это за папу. А это за мужа Джонни. А это за то, что ты противник. О, опять я добрался до этого дома. Кача, это здесь мать твою. Это просто кач, чуваки. Это огонь. Ладно, пошли дальше. Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А по-другому, как званые сирены. Кто-то вон в сторону звает вены. Позже по делу, но нету измены. Мир на хоре нет панигена. Сколько можно жить пустую? Я не понимаю, какую идёт доброю. Протестую, противстую, против всех я протестую. А что поддержка серой массы людей? Не будет её. Мин надо. А что поддержка серой массы людей? Зовут приём. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну и естественно, я не мог дойти до сюда, как адекватный человек. Сухая, слишком... Погнали искать подходящую ёлку. Так, это опять не то. Это не то. Так, это опять не то. Нет. Нет. А я так не думаю. Ты должна у тебя так неудачно шутишь, да? Порядок. Нашёл я эту чёртову ёлку в конце до конца. Надеюсь, эта сука оценит мои усилия. Он смотрит на нашу любимую рождественскую ёлку, граф. И что, по-твоему, мы должны делать, дружище? Мы сделаем это прямо здесь? Давай преподнесём ему рождественский подарок за обед. Сейчас он у меня попляс. Да, начинается, походу, очередное месиво с какими-то сумасшедшими уродами. Ну что ж, ладно. Ну что ж, месиво прошло успешно. Теперь можно идти мочиться на папочку. Господи, какие же здесь задания странные. Ну что, ребят, вот я и на кладбище. Топор. Вот этого я, кстати, тоже не помню. Топор, это замечательно. Э-э-э, ты. Опа. Хорошая штука этот топор, однако. Что это было? Ух ты, острое. Кое-то может лишиться марки конечностей. Да. А, вот это да. Чё это сейчас такое? Чё это происходит? Оу. Нет, ну с этих арабских криков я, конечно, сейчас оборжался маленько. Это забавно. Пойдём искать уже батю на кладбище. Он где-то ведь должен здесь находиться. Стэйплган какой-то. Здесь на могилах, кстати, могут быть написаны очень смешные иногда вещи. Мясной пистолет. Хе-хе. Что? Кто похоронен здесь? Зомби батя. Хе-хе. Так, фетусис, какой-то фетусис с оружием, с пистолетом. Какой-то фетусис. Хе-хе. Пацан-снайпер. Хе-хе-хе. Так, ребарган какой-то. Ребарган ствол. Файр-сикинг кэтс. С сущей огнём коты. Изнасилованные клоуны. Что? Что за бред, блядь? Кто здесь похоронен? Что за ебанутое кладбище? Пижинс это, по-моему, голуби, если я не ошибаюсь. Какой-то, блядь, коллекционер. И чувак старший. Вот, собственно, и батя. Можно поссать. Следующее. Пришло время идти домой. Ой, ну ёлы-палы, опять эти обмутки. Блядь, чувак, ну вот как ты не заметил, что сзади к тебе бегут с криками два мужика с лопатами, блядь. Всё, ещё спи. Тогда разбуди его. Мы сделаем это прямо здесь? Да, здесь. Похоже, безопасно. Сегодня веки вторник. Кто первый? Ты был первым в прошлый раз. Теперь моя очередь. Ири, просыпайся. Ёпты. Началось. Начался экшен. Так, надо вылазить отсюда к чертовой матери. У меня ничего нет, у меня есть только спички. Горь и воду, сволочь. Бля, хамуха ей. Да что вы её бросили-то на полу передо мной? Толбоя, чё ты, блядь. Оооо. Я стал бомжом. Ооо, великолепно. Только вот этого ещё не хватало. Боже, я не могу пойти домой в таком виде. Я должен сходить в кемчистку. Так, посмотрим. Похоже, мне придётся идти вот сюда. Надо бы забрать свою одежду нормальную, потому что выгляжу я немножко странно. Жена меня не поймёт. Ну ладно, ребят, я предлагаю пока что заканчивать. Это была первая часть среды. Придётся её поделить части на две, потому что она получается достаточно большая. С вами был я, Женёк. Подписывайтесь, комментируйте, лайкайте. Всем пока. Всем привет, друзья, с вами я, Женёк. И сегодня мы продолжаем проходить Postal 2. У нас среда, вторая часть уже. И нас в прошлый раз поймали какие-то извращенцы, деревенщины, переодели в костюм. Хрен его знает кого, в какого-то БДСМщика. И сейчас мы будем им за это мстить. Для начала мы их обоссым. Чтобы неповадно было в следующий раз. Да ты чё, собака, делаешься такое? Ты смотри-ка. Я тоже люблю резню. И эта собака пыталась меня избить лопатой. Нормально, можно в футболу вот ещё башкой его сыграть, за то, что он такое говно. Так, здесь у нас оружие, кошачья мята, всякое говно. Ну, окей, собираем и идём дальше. Ёлы-палы, тут трубы, конечно, капец, я не знаю. Блин, хрен пройдёшь. Собака, блин, у него ствол. А у меня ничего такого нет. Кстати, почему-то, когда я надеваю кастеты, сразу костюм становится обычным, таким, как он и был изначально. А когда берёшь другое оружие, уже этого нет. Ну, ладно, это как бы херня, поэтому погнали дальше. Так, жратва, кувалда, так, газетки, всякое говно. Ладно, погнали дальше, не будем особо-то тянуть. Ща будем просто отстреливать, сжигать, уничтожать, убивать и так далее. Я, наверное, даже это озвучивать не буду, просто вставлю музыку весёлую из постола, и посмотрите, как я разношу этих соболочей. Ну, озвучивать тут было, на самом деле, особо-то и нечего, чё, рассказывать про то, как я их убиваю, смысла никакого не имеет. Надеюсь, вам понравилась вот такая вот история весёлая с музычкой. А сейчас нас ждёт какая-то жопа. Нам надо каким-то образом пробраться вот через это говно, и я пробирался, я играл в эту, на диске, в эту игру, я проходил её полностью. По-моему, это было не так сложно. Бля, хамуха. Да ё-моё. Да блин. Так, вот теперь аккуратненько, после сохранения, естественно, всё. Фух, чё-то насчёт того, что это будет не так сложно, я, похоже, погорячился. И опять начинается месиво. Ну что ж, опять музыка. Опа, это МП-5, походу, да? Замечательно. По-моему, мы его ещё с вами не брали. Чё-то я нихрена не помню, но, по-моему, мы его с вами ещё не брали. Ладно, потом потестим. Ну, чё-то как-то так. Не знаю, обычный автомат, по-моему, работает гораздо лучше. Вы, вероятно, думаете, что я не очень... Сегодня день окончательный. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Похоже, этим идиотам я чем-то не нравлюсь. Лучше держаться от них подальше. Всё, отлично. Мы выбрались из этой пивоварни, говноварни. Отстрелили всяких козлов. У меня есть глок, видимо. Можно идти дальше. Сейчас, я так понимаю, просто пойдём с вами до... Блин, как её называют-то? До прачечной. Во, точно. Пойдём до прачечной. Потому что домой нас в таком виде не пустят. Ну, всё, ребят, добрался я, наконец-то, до этой долбаной прачечной. Интересно, эта штука попадает в правку Конституции? Наверное, мне стало сначала узнать у него, где эта штука находится. Нет, он начал от меня убегать. Я бы у него уже ничего не узнал. Вот моя одежда, забирай. Отлично. Следующее. Пришло время идти домой. Короче, чуваки, у меня вот такая... У меня какая идея-то возникла, собственно, чё я вам хотел сказать? Сейчас, собственно, делаем чё? Мы не переодеваемся, идём домой так. Я не помню, делал ли я так на диске или нет. Вот чё-то из башки совсем вылетело. Короче, сейчас просто идём, не переодеваясь, домой. Жена нас выгонит и пошлёт в жопу, мы уедем. И будет как в кино. Смотрите, кино Постал, кстати, весёлая, классная тема. Всё, пошли домой, не переодеваясь. Интересно, эта штука попадает под вторую поправку Конституции? Блин, чувак, ну чё ты переоделся-то, ну... А-а-а, сломал мне собака всю систему. Ладно. Рождественская ёлка. Мне не терпится нарядить её. Она досталась мне очень дёшево, так как сейчас июль. Ну, я надеюсь, что ты проголосовал сегодня, и твой выбор изменит будущее. Ты хочешь сказать? Чего? Я спросил, у нас есть пиво? Меня дико мучает жажда после сегодняшнего. Эти сорняки становятся всё выше и выше, против них нужно эффективное средство. Так, посмотрим... А-а-а... А-а-а, кротчи! Самая крутая игрушка в этом году. Надеюсь, их ещё не всех разобрали. Хм. Ох. И биштексы для барбекю друзей-психопатов. Так, и где это? Похоже, мне придётся идти вот сюда. Так как все машины в этом городе, похоже, не более чем взрывающиеся бутафори, и я даже не знаю, зачем мне это делать. Но с какими проблемами мне придётся столкнуться в полицейском участке? Хм? Так, посмотрим. Хм. А-а-а. А-а, готов? Тогда вперёд! Ну что ж, друзья, с вами был я, Женёк. Это была игра Postal 2. Мы проходили среду, вторая часть, она получилась, по-моему, довольно короткой, но при этом довольно насыщенной, экшеновой и весёлой. Я надеюсь на это в таком случае. Если вам понравилось, подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайки. Естественно, не забывайте об этом, это очень важно. Всем пока. Ждите новых серий. До свидос. Кстати, перед концом, вот совсем перед концом, извиняюсь, что серии выходят очень редко. Всё. Всем пока. Если лагарят огни вечернего города, Да, я приду один, мне совсем не холодно. Меня согревает мой правый карман. Меня согревает, что находится там.